Добрый день, бонжорно! У нас сегодня давно хотел поймать этого парня себе на интервью, Сон Паскаль у нас сегодня, привет! У меня хорошо, давай будем интересоваться, как у тебя дела. Расскажи, чем сейчас занимаешься, я слышал, ты в Астане, почему в Астану уехал, давай оттуда начнём. Сразу бам! Я был очень честный с тобой, сказал, что я нашёл любовь в Астане, поэтому я так приехал. Ты понимаешь же, что ты сейчас потерял половину аудитории, даже моя дочка, когда узнала, что я сегодня буду делать интервью, ей 14 лет, она говорит, ты будешь интервью делать, что нам Паскаля, вау, круто! Понял? Вот теперь моя дочка расстроится, потому что узнает, что у тебя… Тогда удали, давай! Я нашёл работу, много агашки там в Астане, поэтому я там приехал, ну, в плане бизнеса всё отлично, но я скучаю про Алматы. Это лучше, да? Вариант? Нет, и тот тоже хороший, и этот хороший. А как тебе вообще Астана, то есть вот если сравнивать с Алматой? Ну, они очень разные городы. Астане – это хорошо, потому что есть самолёт в Алмате. Это вообще хорошо. Нет, там слишком официальный город, но, знаешь что, новая атмосфера, новый город, много людей приедут в Астане, поэтому каждый день ты встречаешь людей из Шимкента, из Мангастау, из Танаса. Да, там вся страна, там много людей туда поехало. Слушай, вот давай чуть-чуть откатимся, да, то есть ты вообще как в Казахстан попал? Ну вот я знаю, но вдруг, если кто не знает, ещё до сих пор. Как вообще получилось так? Я знакомился с девушкой в Италии. Ты, короче, всё через девушек, да? Девушки, они сила в мире просто. Она была просто моя подруга, она сестра Анвара, Дина. Она жила в Италии, учила архитектура там, в Италии. А мы встречались в один клуб. Я выступал там, но я тогда жил в Лондоне уже два года. И она мне сказала, знаешь, я из Казахстана. Где Казахстан? Где город? Я сказал. Ну, только в Европе только это знали. Ну, жалко, но это правда. Не, это место прекрасное. Надо, чтобы ты приедешь. А мы сидели просто на стол. Пять человек были, все музыканты, моя команда, другие музыканты. Тогда поехали, давайте, давайте, давайте. Но только я принимал это. Серьезно. Да, серьезно. И вот вместе с Диной приехали. Участвую на конкурсе, который Анвара организовала. И потом здесь нашел друзья, нашел хорошую землю, гостеприимство. И решил попробовать жить здесь. А в первом месте, конечно, были... Слушай, ну сколько? Уже лет шесть, да? Нет, четыре. Четыре года. Четыре года. Торджил. Торджил. Хорошая память за эти дни. Я спал в... Вот, в софа, как это. Но... Ужищем это много. Но... У Апашка Анвара. Я был гост Апашка Анвара. У бабушки? Да, бабушка, да. Апа. Жар Апа. Вот сегодня мы... Брекфаст. Завтракали вместе. Она меня пригласила, поэтому я опоздал чуть-чуть. Сорри. И это было очень хорошее время для меня, потому что я много учил про Казахстан. Она певица. Да. Музыкант она на Домбра играет. Поэтому она меня учила играть на Домбра. Ты сейчас научился, я знаю, что... Ну, Кишкина я знаю. Ну, Кю... Тран-дан-дан-дан. Такие, знаю. Но... Уже год не играл на Домбра. Вчера входил в студию и должен был написать Домбра. А я узнал, что я вообще стал очень плохой домбрист. Поэтому надо заниматься еще раз. Ты уезжал в Италию, да? Домой к себе? Да. У меня в Италии были проекты много. Потому что благодаря Казахстане я открыл много дверей в Италию. А я стал популярнее тоже в моей стране. А как так? Подожди. Это неожиданно просто. Объясни. Я не очень понимаю. Где Казахстан? Где Италия? Они очень далеко, но они очень близкие народы. Я сейчас тебе скажу. Три года назад один из моих друзей в Италии, который занимает телевизионный продакшн. Подошел ко мне и сказал, что у тебя вообще нереальная история. Ты стал популярнее в Казахстане. Ну как? Как? И сказал, я хочу сделать документальный фильм для тебя. Серия в Италии. Я сказал, ну, у меня все дела. Why not? Да, почему нет? Он приехал в Казахстан, начинал снимать мою жизнь. И получилось шоу большое, называется Пасхалистан. Пасхалистан. Сейчас имя это чуть-чуть смешное, но шоу это очень серьезное. Есть тоже такие моменты смешные, что я... Это все про мои проблемы, приключения итальянских чуваков в Казахстане. Это просто. Ну, есть приключения итальянцев в России, да, есть приключения. А он был на итальянском телевидении. Итальянском MTV, музыкальный телевидении, как в Казахстане. Слушай, а наши не говорили про права показать его здесь? Знаешь что, я решил... Ну, это формат чуть-чуть более-менее европейский. И в Казахстане это очень деликатный, как на русском. Ну, деликатный так и есть. Да, да, есть. О, я нашел новое слово из итальянского. Из итальянского деликато. Деликато. Приехал, украл нашу девушку. Поэтому я хочу, чтобы все будет хорошо с моей жизнью. И решил не показать. Но казахи, которые живут в Италии, они очень благодарят меня за рекламу. И там получили 16 миллионов аудиторий в Пасхалистане. Два сезона делили. Два сезона было? 2015 года. Второй сезон. 16 серий каждый сезон. Ну, очень, очень популярны. Знаешь, наш павильон экспо в Казахстане был самый популярный. Да. Очень, да. Да. А в инстаграм в это время, знаешь, делали tag. Да, да. А итальянцы напротив казахстанского павильона, они делали селфи. И собачка Сон Паскал писали. Это значит, что они знали Афгазахстан и коннектировали Казахстан с моими. Поэтому для меня это очень большое счастье, что я мог помочь моя страна Казахстану. Даже если я не посол или не политика занимаюсь. Ну смотри, как интересно получилось. Слушай, а вот, ну, ты вообще когда музыка решил заниматься? То есть, это, ты же вот, как правильно твоя профессия? Ты можешь себя, ну, как ты вот называешь себя как по профессии? А я, я гастарбайтер музыки, наверное, в Казахстане. Потому что, ну, я такой. Такой итальянский таджик. Да, да. Успехти. Да, да, да. Ну, это шутка, конечно. Ну, я попал в музыку, когда я был 14-15, я был толстенький. И девушки ко мне не подошли. Поэтому я решил купить гитару, чтобы живот был закрыт. И начинал, ну, это правда. А мой дядя играл чуть-чуть, но он без понтов играл. И потом я начал слушать, не знаю, Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin в школах. И понтовал, когда праздники были, я играл, а девушки начинали на меня смотреть. Ну да, да. Не смотрели. Потихоньку пузо начало уходить, да, живот. Ну, я решил, что это была моя работа. Поэтому я учил литературу в университете. Потом я начинал адвокат. Лойер. Лойер. Юрист. Юрист. И это не было для меня. Я один экзамен делал потом. Прости, папа. Я не хочу... А папа у тебя кем работает? Ну, мой папа фермер. Он такой жесткий человек, очень материалистичный. А я просто мечтал музыка, композиция. Он просто меня не понял. Мы не понимали друг друга. Поэтому это было очень трудно сказать. Папа, пожалуйста, я хочу музыканта. А он сказал, а ты готов быть без денег? Без денег. Потому что у нас жизнь все нормальная пока. Ну, мы не богатые, но хорошо живем. У нас в машине есть и все. А ты готов жить без денег? Я сказал, почему? Если я буду музыкантом, я буду миллионером, папа. Да, да. А в какой части Италии твой дом? Я... Моя семья живет в Пестуме. Это прекрасный маленький город, который недалеко от моря. Один километр. И был греческий город. Раньше? Да, греческий строили. Темплс. У нас три красивые, очень красивые темпли. А море вообще великолепное. Много туристов у нас. Но в этом году чуть-чуть с историей, люди, которые из Сирии бегают в Италию. Беженцы. Да, беженцы. Спасибо. Люди боятся просто. А как вообще... Вот мы сейчас видим много по телевидению, да, вот, много кто говорят, что... Кто-то говорит, что в Европе, наоборот, говорят, беженцам welcome. Кто-то говорит, что, наоборот, уже люди from Europe, они, ну, немножко напрягаться, начиная, да, вот, от беженцев. Вот как? Ты же вот был дома. Что на родине у тебя говорят? Так, тоже очень деликатная тема. Я учил много слова. Надо еще повторять. Давай, давай. Хорошие слова. Деликатные, да. И в плане туризма это плохо. Потому что, особенно, ну, я, например, турист, который приедет здесь и видит такие люди, которые гуляют по улице, он без знания их ситуации просто скажет, а, они плохи, они не плохи. Много, когда я в моем доме километра от моря, я гуляю до моря, погуляю и встречаюсь салам алейкум, они, ну, африканцы, северноафриканцы, салам алейкум 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 асалам. Они счастливы, когда я скажу салам алейкум. О, первый итальян, который, добро, пожалуйста. Ну, просто я здесь мусульмане, много казахстан, поэтому я уже привыкал. Даже с христианцей я общаюсь салам алейкум, это просто пись. А ты сам вообще верующий человек? То есть итальянцы, они же такие очень сильные католики. Да, мои детства все католические церкви, но сейчас я более-менее, я не знаю. Я верю в любви. Да, любовь есть любовь. Да, но уважаю все религии, без практики, если честно. Но очень уважаю мусульмане, очень уважаю христиане и евреи. Я думаю, что религия это душевная вещь, не надо поставить это в политике. Только вот в такси я смотрел видео, они делали социальный эксперимент. Два чуваки из Америки гуляли по улице, один с одеждой арабской, один с одеждой еврей. И болтали, смеяли, а люди так. А кто с телефоном снимал? А как такое может быть? Да, один, что ты делаешь с террористом? Ты же еврей, what are you doing with a terrorist? И он сказал, зачем я террорист? Это потому что я выражу так. Да, просто есть в мире много-много мамбеты. Но это слова я люблю сказать, потому что это не как ignorance без культуры. Нет, это просто мамбетизм. И надо учить, надо включить интернет и посмотреть не только один сайт, но и другой. Надо найти между дороги, перекресток, да, компромиссы. И мы все такие, у нас два руки. Даже если я не казах, я чувствую себя казах, и даже, наверное, ты не итальянец, ты любишь пасту, все равно. Поэтому у нас все вкусы. Мы любим женщин, а есть, которые любят мужчин, это не проблема вообще. Ну, давайте остановим, это потому что, наверное, приедет в Казахстане, я думаю, это будет сложнее, чем в Европе. Ну да, я слушал, но это надо уважать культуру, место. Я приехал здесь, и я живу за ваши законы, не за мои. Конечно, были моменты, которые я чувствовал некомфортно в Казахстане. Когда один Агашка меня звонит и скажет, Паскал, надо выступать на мой мероприятие, но бесплатно. Зачем? А, тогда ты не хочешь, ну, тогда я знаю твои документы, я буду отказать твою визу, и вот, скину тебе в Италию. А я слушал это, а я нашел компромисс. Вот, или менеджер, который меня украл деньги, мой самый первый менеджер, окупил себе эксперт. Ну, были, но это ваша страна, и надо, надо, что я живу по вашим законам, даже если эти не были законы. Но, законы, которые не написаны, понимаешь меня. Ну... Негласные, правильно такое, как не написаны это, негласные законы. Да, и тоже, я не могу, конечно, гулять по улице с девушкой и поцеловать публичные, потому что это, это не просто законы, это просто неэлегантные. Традиции, традиции, традиции. Да, надо быть очень уважительным. Слушай, а в Италии есть мафия? Я вот хотел узнать. Ты же, не-не, подожди, подожди. Я сам мафия. Ну, это понятно, да. Нет, вообще, вот сегодня, как можно? Да, но мафия – это очень локальная ситуация. На Сицилии только? Да, и компания тоже живут. Потому что... Знаешь, раньше были такие файги, война между семьей, а сейчас еще есть, но они контролировали маленький бизнес, типа мусор, проституты и наркотики. Итальянская полиция делает очень хорошую работу, но все равно есть места, в которые нельзя ехать, даже если я полисмен. Такие есть места. Особенно, да, районы. Неаполитанские, не знаю, Айнабулак. Не, я шучу, Айнабулак красивый. Не, нормально, нормально. Красивый. Ну, просто, когда я приехал в Казахстан, все мои друзья сказали, не ходи в Айнабулак, там, там, Шимкенский. Ну, типа, криминальный. Ну, зачем? Я даже там был, выступал, на школах была, и все хорошо. И в Сицилии тоже есть, но не так, как в 80-90-х, когда они были магистратами, которые... Государственных органов. Да, но сейчас... Не сильно, короче. Особенно. Наполит город 140 километров от Песту. А совсем другая культура, другая, даже разговариваем другой. В Наполе они, акцент очень сильный. У нас между, между, между. Мы были греческие просто. И с Италией мешали, вот это большой микс. Расскажи, ты вот выпустил недавно альбом, расскажи вообще, что там, где его можно скачать. Потому что, ну, как мне видится, для каждого музыканта альбом это большое событие. Да. Я думаю, что ты, ну, долго к нему шел. Да, я расскажу тебе историю. Бывает момент в карьере музыканта, когда не всегда в пик, да, они всегда самые кайфовые. Мои кайфовые годы были 2012, 2013 и 2014. Это слишком много, надо чуть-чуть внизу. 2015-го я много работал в Италии и, конечно, потерял землю и аудиторию в Казахстане, если честно. И даже я не дал Казахстану очень качественную музыку, как раньше. Две песни вышли, Жол и Кундитой Тундерай. Ну, они были сами по себе. И поэтому я, наконец, в 2015 я был без работы, без той, моей. И чуть-чуть депрессия. Поэтому я вернулся дома и думал, что надо. Я не могу купить страницы журнала и сделать сплетник, потому что я нелюбительный эта вещь. Поэтому надо подарить Казахстану качественные песни. Поэтому я решил сделать албом. Албом называется «Юрт», «Юрта». И там восемь песни. Ну, это маленький албом. А на каком языке? На казахском языке. И есть одна песня на итальянском. Есть четыре народные песни казахских. Типа «Кустаране», «Стелиндиев», или «Желство Стунди Жарагае», «Сабай Кунамбай». И «Дед Майяу», еще есть, которые я перепел на итальянском. И это экспериментальный альбом, потому что есть итальянские звуки. Я записал в Юг Италии. Настоящий мандолин, «Калашони», которые итальянский «Домбра». Такие народные инструменты. Я хотел, чтобы на казахском звучали итальянские песни. И наоборот. И для меня получилось очень хорошо. Уже первой песней стал хит. Называется «Мен Сенес у Йемен». У меня видеоклип снимал месяц назад с красивой девушкой Айя Шалкар. Самая красивая девушка Айя Шалкар. Она звезда в Инстаграм. И мне помогало очень с этим видео. И уже я чувствую народную любовь после этой работы. Потому что я даже не в ротации на всех каналах. Но если маленький человек взял кавер на гитаре и поставил в Ютубе, я его не просил, но он сам делает. Это народная любовь. А вы клип не делали еще? «Мен Сенес у Йемен» – первый клип уже в эфир. На Ютубе есть он? Да-да-да. «Мен Сенес у Йемен» называется. И уже по просмотру видно, что он пошел. За один недель, за 8 дней мы получили 200 тысяч. Посмотрим. Это много в Касне. Я, конечно, не 91, не самый тренд сейчас. Но есть еще люди, которые меня любят. А скоро будут новые и новые. У меня 8 песен, я 8 клип хочу делать. Я сам инвестировал на мой клип. Я как продюсер себя. Получается, ты сам начал заниматься? Да, я уже давно. У меня были пара опыта с местными продюсерами. И я понял, что здесь продюсерский формат совсем другой. Например, продюсер здесь возьмет артиста, купит ему одежду, найдет концерты, и купит песни из Узбекистана, из Кыргызстана, и дает маленький процентуальный у артистов. Я, когда знакомился с этой методикой, я чувствовал себя, как обезьянка в кейдж. В клетке, да? Да. Типа, выходи, выступай и обратно. Это для меня не творчество. Я не люблю творчество, в плане, я куплю песню и просто конфетционирую, как подарок, как товар. Я человек, у меня есть смысл, у меня есть чувства, у меня есть плохо и хорошо. И потом я пишу свои песни, поэтому мне не нужно купить в Узбекистане. Слова пишешь или музыку, или слова и музыку? Я всё. Слова, музыка, аранжировка. На казахском у меня есть мой автор, очень молодой пацан, он Нурлан Шейрбек, 20 лет. Мы собираемся, я скажу свои мысли, и он переводит на казахском. Конечно, мой казахский недостаточно для поэзии, даже если чувства есть. Мы работаем вместе и нашёл очень автоматичную ситуацию между нами. Это очень быстро приходит творчество. Поэтому я люблю так работать. Этот человек я нашёл через конкурс. В прошлом году я пел песню без слова, просто на-на-на, фан-у-вайз, I don't know. Я сказал, давайте, мои поклонники, я ищу автора, напишите самые лучшие слова в этом песне, я вам подарю моя любимая гитара. Вот я нашёл, он писал. Просто абсолютно как в открытый футбол, то есть любой мог стать автором Сона Паскаля. Я получил 150 за 1 неделю, 150 стыки. Это много, это большой результат. 150 людей потеряли минимум час их жизни для Сона Паскала. Это для меня был самый большой подарок и большое счастье. И вот нашёл нормальный, теперь сейчас работаем вместе. А Юр ты вышел 3 недели назад и вы... Его где можно? На iTunes? Да, я решил поофициально делать, даже если здесь ВКонтакте скачут, но это хорошо тоже. Албом есть в iTunes, в Spotify, в Deezer, это тоже другой сайт, Amazon, везде. Но я буду рад, даже если ВКонтакте они скачают, потому что главное, что музыка слушана. Ну это же для людей. А потом в Казахстане я люблю, что нету больших лейбел, музыкальный лейбел, поэтому просто живое выступление. Даже на то это хорошо. Просто есть отношения между певец и публикой. Это очень-очень важно. Конечно, было лучше, если все выступали на живой звук, как я делал, потому что они платят. Я работаю сильно и... Ты всегда в живогу работаешь. Да, я даже ругаю иногда с организаторами, поэтому они меня не любят. Потому что я хочу живой звук, даже гитара и барабан. Я сам играю так-так-так-так, гитара и барабан. Потому что я люблю живой звук. Я думаю, что это уважение для клиента. Я не просто плюс поставлю и претендую, что я играю. А потом интерактивные выступления будут. Потом, если я хочу в два раза больше песню играть, я делаю. Если я хочу помедленнее, если, не знаю, хочу менять слова. У меня есть Сузанна, Сузанна Монамур. Чалентано. Иногда поют тоже итальянские песни. Когда невеста это динара, я не скажу. Динара, а если кайфово? Просто отношение другое. У тебя программа уже отработанная, уже хорошо продуманная. Ты как думаешь, сколько достаточно артисту быть на мероприятии? Час, 45 минут, 30 минут, 2 часа? Сколько по твоему среднее? Сколько нормально? Я думаю, есть большие варианты. Если артист скучный, даже одна песня, все, давай балеринки, самбо или килиманджаро. Мои выступления 20 минут до 40 минут. Один. У меня тоже есть три команды, даже мы выступаем полтора часа по два блоки. Я думаю, что когда живой звук достаточно 30-35 минут. Потому что у меня три инструменты. Гитара и барабан. Поэтому люди танцуют, танцуют, танцуют. А потом нужно перерыв. Особенно на той. На той мы кушаем, на той мы пьем, на той мы общаемся с семьей. На той не надо. Вообще сольный концерт делит. Потом казахстые. Извини. Ничего, ничего. А вот сравни людей, итальянцев и людей в Казахстане. Похожи они как-то? Да. Менталитет. Мы любим сидеть на стол и разговаривать и кушать. Поэтому наши отношения с семьей, друзья это очень близко. Родственники. У нас типа 300-400 человек. Короче, южане и итальянцы очень похожи на наших, да? Да, да, да. Как в Шимкенте. В Шимкенте стандартный то это 300 человек. Если не 300, то что? Давай еще 100. Пригласим. Просто не знаю. Несерьезно, да. Но это не знаю. Ничего. Давай, привет. Просто это... Я учил много в вашей культуре. Я понимаю смысл это. Показать. Богатство. Не в деньги. Богатство с любви. Ну, как большая наша семья. Это очень, очень хорошо. Потому что, зачем мы живем? Мы работаем весь жизнью для получения денег. Потом, если мы не даем деньги за счастье. Поэтому, я... Сначала я думал, когда я здесь приехал, блин, так как в Италии. Я ушел из Италии. Приехал здесь, так как в Италии. Обратно в Италию. Но я жил два года в Лондоне. Там все покороче, все помаленький. А скучнее. Не очень нравится. Если честно, нет. У меня за два года нету друзья. Там стали только мои работники. Ну, в Казахстане много. Когда я не был популярным, даже больше. А потом чуть-чуть потерял. Друзья, не знаю почему. Я то же самое, если честно. Но их понимаю, наверное. Но сейчас... Это сложнее, конечно, найти друзья. Потому что все хотят... Слушай, а вот девушку ты в Астане нашел. Нет, подожди, подожди. А если ты привезешь девушку, ну, вот здесь женишься и приедешь туда, в Италию, родители тогда что скажут? Они рады. Они рады уже с нами. Да, уже даже познакомились с родителями. Слушай, там все серьезно. Если уже даже с родителями познакомились. Да, 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 да. И тоже ее родители. Все уже, короче. Мы парня потеряли. Да, да, да. Да, свидания. Я почти Кюбала. Ну, вот. Поэтому... Отношения такие, надо время. А где сколько лет сейчас? У меня 29 лет. А, ну, уже можно потихонечку. Уже... Уже... Мои... 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 Друзья, которые 27 лет, уже 3 детей, 3 детей. Ну, большая семья. Ну, я чуть-чуть ленивый в этом плане. Надо... Ну, надо... Надо решить очень хорошо. Надо найти хороший человек. И... Я хочу один раз жениться. Нет, ну... Так вообще-то и надо. То есть, по идее, много раз не надо. Это вот один раз надо. Ну, иногда я вижу люди не здесь, везде. Что... После 22-23 они очень... Тороп... Рано жениться. Да. И... И без... Понятия... Без знания. А потом у нас есть новый проект. Ну, команда съемки Пасхалистана. Ну, это итальянский проект. Да, да, да. Да, для итальянского телевидения. Ну, я думаю, это подходит тоже хорошо для Казахстана. Мы... Собрались в Индии. Угу. Потому что мы знакомились с одной... Болливудской звездой. Угу. 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 Он уже там живет 2... Ну... Ну... Пасхкий там живет. И... А он стал очень популярным. Поэтому я, хочу снимать документарий про Болливуд, Потому что в Казахстане даже очень популярный Болливуд, есть много серий, сериалов. А я буду попробовать стать популярным актером. В Индии? Да, в Болливуд. Мы уже там были два недели и снимали мой первый аудишн. Пробанный? Да, пробанный. Я был на сет, а я читал текст на индийском, типа, 2 кг хатки, типа Тахена. Ну, я знаю, это типа мафиозный индийский action movie. Я попал в партии со всей моделью, все индийские звезды. Это было очень-очень здорово. Я уже знаю больше про Болливуд и знаю, что у меня есть шанс. У меня есть шанс конкретный в Болливуд. Поэтому мы скоро едем обратно и снимаем этот документальный. Пасквалино Маража будет называть. Пасквалино Маража. Потому что на итальянском есть песня. Пасквалино Маража, а кавала л'элефанте. Это про один наполитанист, который любился с индийской королевы. И она взяла ему в Индии, он жил как Маража. Маража это этот индийский коров, да? Да, да, да. Господи, как на русском-то вот. Сейчас вспомню. Кан, Кан. Без Кан. Нет, нет. Раджа. 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 На русском получается Раджа. Слушай, а у тебя есть какая-то вот песня такая итальянская, которая вот знаешь, ну вот твоя самая любимая. которая вот если мы возьмем, я знаю, что итальянская эстрада, она очень ну большая, там очень много исполнителей. Вообще в Италии пение это целая культура. Да, да. Опера там родина Италии это родина оперы. Вот. А вот твоя какая-то, может быть она там, я не знаю, колымбельная, я не знаю, то есть там. Нет. Ну вот твоя, вот какая самая? У меня есть главный автор в Италии. Я скажу, что для меня это как Абайкун Амбаев для казахской. Культура. Его зовут Моголь, он еще живет в 80. И он написал больше чем 150 хитов в Италии. Песни? Не песни, а хитов. А песни много, больше чем 400. Он слова пишет, но он много композиторов работал, с Чалентано, с Тотоку Туни тоже. Лучо Баттисти, который самый главный итальянский певец был. Они не популярны за границей. А он писал песни, которые в моем детстве, которые мой папа слушал в машине, которые итальянцы любят очень много. Можешь хоть одну сейчас напеть? Один куплетик. Вот ехал твой папа в машине, и рядом ехал маленький Сон Паскаль. И играл вот эта песня. Ну вспомни, пожалуйста. Песня. 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 Вокальные понты я хочу смысл передать. А вот Могол, он мой кумир. А я пригласил в Казахстан в прошлом году. Это не совсем плохо было в 2015. Мы делали курс его в Академию Шабыт в Астане. Он приезжал? Приезжал в Астану, и мы делали два недели курсы. Большую революцию там делали. Если честно, не знаю, если могу сказать вещи. Но когда учеба была, он был 79 лет. Он старенький, но он 5 часов каждый день разговаривает, разговаривает, разговаривает на его плохой английский, а я из английского перевод на русском. На мой плохой русский. Да, да. Я сказал, давайте на итальянском маэстро, на итальянском, что я лучше переводу. А потом он инстинктивнее. Он хотел, чтобы студенты слышали от его голоса. Вот это правда. И вот коллеги, учители, они просто остались и ушли. Когда они слушали. Потому что здесь, в Казахстане, много академии учат, как потенцированный диапазон. Ну, да, да. Они все привезли, так поют. А он сказал, в принципе, мне нужны три ноты. Ну, нужно смысл, нужно эмоции. Харизма. Нужна коммуникация, сообщение. Это важнее, чем диапазон, чем техника, чем показать свою технику, что я красавчик. А на казахском языке какая твоя песня? Первая песня, которую я любил, была «Куземин Карасе», потому что бабушка моя, Ажар, спела «Домбра Куземин Карасе», а я просто нереально. Сейчас помнишь слово? Я как копачка хочу спеть. У нее вибрация. Потом вместе. Мы много гуляли по городу. Она меня принесла в концерты, в театры. А я там один вечер учил новую песню «Кусник Орлан». Мы были в этом вечере в театре, и она была со своей подругой. Одноклассники. Я не знал очень русский, но она познакомилась с друзьями. Они все одевались как копачки, хорошие, красивые. А потом сказала «Паскан, мне надо болтать с моими друзьями. Ты сейчас гуляй». Она сказала «Погуляй, иди, иди». Я был так, ну серьезно, окей. Ну она крутая просто. Я теперь хочу разговаривать с моей подругой. Все, иди. Было круто. Азарапа. 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 Ты поехал просто непонятно, в непонятную страну, о которой ты ничего не знал и стал здесь. Тебя очень много людей любят. Сейчас ты снова поехал в Италию. То есть смотри, как странно. И итальянцы смотрят, как это было, куда он поехал. И очень много узнали европейцы, допустим, о Казахстане. Сейчас ты поедешь, тебя будут узнавать индусы. Ты как, ты в смысле, что тебя ведет вообще? Ты это планируешь или вот как карта ляжет? Ты мне сказал «человек мира». Я думаю, мир – это для человека. До нашей разницы, до нашей политики, и если ты смотришь картины мира, ну, как географически, да, не политически, не это, который каждый штат там другой цвет. Нет. Это с горы, с реки, с моря. Это лазурный, черный, ну, когда вулканы. Синий и вот такие светы. И как зеленый. Он говорит на, я не знаю, на четырех языках. Иногда не помню. Чуть-чуть казахский, чуть-чуть русский, чуть-чуть итальянский. Иногда помню слова на казахском и не на русском. Да, да, да. А я когда смотрю, вижу, что нету, как называется, border, границы. Границы нету. Поэтому человек стал границей. Но если мы живем натурально, нету границей. Только язык, конечно. Но традиция. Вот, Казахстан, 6 тысяч километров далеко от Италии. Я нашел то же самое традиции. А мы сидим в Дастархане и кушаем бешпармак, а у нас лазанья. Чуть-чуть другое, потому что у вас есть лук, есть лошади, а у нас есть моцарелла. И итальянцы все-таки лошадей-то не едят, да? Не, не, когда я сказал, моя сестренка, она профессиональный, профессиональный, как, на лошадь едет. А, наездник, учат. Жакей, жакей. Да. И когда я сказал, ну приезжай в Казахстан, там бешпармак, они кушают лошадь. Я сказал, и это вкусно. Ты тоже ел лошадь. Я там не буду. А потом я ее сказал, что это традиция, что они были кочевники. Поэтому у них были только эти. А лошади, которые ты гуляешь, ты не кушаешь. Поэтому все равно это лошадь. Для меня тоже был чуть-чуть шок. Но самый шок был, когда пригласили на печь. Я был главный гост. Я был главный гост. А я не только видел это, я должен это приготовить для гостя. Я дал ух, ух, ух. У девушки, что она слушала. Я дал это глаз у парня. Они хотели вообще мне дать глаз. Я сказал, не, 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 я носик люблю. Очень люблю носик для нюхать. Хорошо, да. Вот это был момент. А потом каждый друг, который будет в Казахстан, и приехал в Казахстан, у меня церемониал есть. Церемониал, это русский слово. Церемониал? Не, это протокол. Да, протокол. Но это не русское слово, протокол. Это даже как военные. Я приглашу сразу, если они с 6 утра приедут, кумас спит. Если они после обеда шпармак пущут, голова, ну просто надо что, welcome to Kazakhstan. Но они любят, я уже много друзей итальянцы приеду здесь, а много, знаешь, много принимателей меня звонят. Они хотят открыть тоже ситуацию. Делать бизнес, да? Да, делать бизнес в Казахстане. После этого интервью у меня есть встреча с итальянцами, которые хотят продать моцареллу, сыр в Казахстан. Поэтому это здорово, что я могу, типа, как связь делать между моей страной. Даже если я официальный, если я не по словам. Ну ты молодец. Не, не, ну, знаешь, мне вот что нравится, что, во-первых, ты честно вот служишь музыке. То есть это не для бизнеса, просто вот ты ее слышишь, ты поешь, ты играешь. То есть эта музыка, это как твой дом, да? Можно сказать, вот какая страна Сон Паскаля настоящая, родная? Наверное, может быть, это страна музыка, да, то есть вот. Я буду это сказать в следующее интервью. Моя страна это музыка. Не, ну, остаться. Непонятно уже, какая страна. Это очень круто. Спасибо. Комплимент. Ты вырос в Италии, потом здесь. Ты хороший, светлый человек. Ну знаешь, я люблю честность. Меня пригласили на телеканале, на шоу, на толк-шоу. Что ты думаешь про наш казахский шоу-бизнес? А я сказал, а какой это вопрос? Что это шоу-бизнес? Шоу-бизнес это два слова, шоу и бизнес. А где слова музыка? Я изучаю музыку. Я люблю музыку и хочу играть в музыку. Потом, если моя музыка дает мне деньги или бизнес, это другое слово. Следующий шаг. Да. В начале музыка. Конечно. В интернете, если ты найдешь Жанам Сол, песню Жанам Сол, которую я пою, 140 кавери. Народные кавери. Даже девушка, даже маленький парень. Даже неправильные аккорды. Но это любовь. Нельзя купить это. Не можно, я не могу купить любовь через сплетник, через новости. А, Сон Паскал купил себе новый, не знаю. Бентли. Да. Вот. Народ любит тут же эти, но это приходит, это мода. Нет, знаешь, как говорят, говорят, глаз народа, глаз божий. То есть, вот в интернете не станет твой ролик, там, 300 тысяч просмотров, если людям он не нравится. Ты ничего с этим не сделаешь. Самое большое достижение, вот мне кажется, когда люди едут в машине и твой диск, твою песню слушают в машине. Знаете, что было? Извините, если я не. Был на набережной в Астану, просто гулял, встречался с другом в ресторане, узбечка. И машина, которая парковала, открыта дверь, и пацаны кайфовали. А я тоже подошел, я начал спеть. И они, живой! Это было круто, это было очень круто. Это здорово. И когда я в пробке, они... Я тоже начинаю спеть, это просто здорово. Вот, Казахстан меня дал, это самое лучшее счастье. Которое, ты делаешь, что ты хочешь, ты любишь это, ты получишь уважение с людьми и тоже немножко деньги. Поэтому это для меня очень большое получение. Атсуда! 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 Атсуда!